Привет, зрители! Не прошло и трёхсот лет. У меня всё ещё эти ноготочки. Я только что записала предыдущий ролик пустых баночек. И сейчас будет обзор моего парфюма на март. Чё-то я так прониклась вот этими духами, что я думаю, что в следующем месяце они уже будут в пустых баночках. Я надеюсь. Это у нас Summer White Sunrise сиреневая крышечка. Для меня они стали пахнуть ванилью. Я не помню, как раньше они для меня пахли. Но когда я выхожу на улицу, вот сейчас у нас то зима, то не совсем, то весна, то снова зима, то осень, то хрен знает, какая погода. Я ещё не была на улице, вот собираюсь после ролика как раз мозги проветривать. Короче, я вот попрыскаю на себя, так вылюпал флакон, оно, образно говоря, несколько. Вот здесь за ушками, на волосы, на руку вот так вот потру всё ништяк, вот в ямочку сюда на шее, под шеей точнее. И в ложбинку в эту. Ну, выходишь, оно как-то сочетается с шарфиком, сочетается потом через шарфик с воздухом и пахнет унисексовым ароматом мужским. Ну, в смысле, вообще унисексовым, но и местами мужским отдают, местами даже моим любимым Эрис Нуаром, вот каким-то таким тёплым согревающим ароматом. Дома он пахнет чисто как вот ванилькой такой. В общем, он у меня остаётся на март, я его заюзываю, наверное. У меня на феврале ещё были цветочная диска, но ещё там практически не пользовалась, ну, в основном пару раз, может, на свой день рождения до после. И тут у меня есть, я когда-то в Эйвен покупала, когда ещё была представителем, Эйвен Лав. То, что летная вода, она пахла для меня всегда ванилькой и мандаринками. И я решила, что пора бы её тоже достать и уделать. Я открыла какой-то аромат, который вот похожий, что у меня был, дарила подписчица Лёлька. Из Тюмени, наверное, в последней своей или предыдущей посылке там что-то от Эйвен тоже было. И какой-то у меня был ещё, я открыла, я поняла, что я сейчас не могу воспринимать тяжёлые ароматы. Для меня они такие настолько тяжёлые, что даже вот одного пшика и уже как-то задыхаешься нахрен, блин. Поэтому я решила, что надо глянуть, что у меня такое. Может, там ещё что-то похожее есть. Я знаю, что у меня Морган для тебя есть, голубенький флакончик, тоже ванилька. Но что-то вот мне подошли пока вот эти два, и тот, и другой. И ещё у меня есть самопальные духи имени меня, которые я использовала, когда ещё работала у сетрымагазине, для того, как он скрыл благополучно ласты. Тут, по-моему, на масле косметическом Жужеба в основе масло розы эфирное и что-то ещё. И вот оно такое вот масляные духи, так одиноко, нейтрально, почти тоненько пахнут. Через флакончик даже пахнут. У меня они на одном диске лежали, потому что как-то я неудачно закрыла. Ну, я подозреваю, не я неудачно закрыла, а вот последние люди, которые у меня, вот есть одна знакомая, которая уже год не была. Слава дьяволу, год не была у меня, она в гостях. Любительница, вот знаете, придёт к вам кто-нибудь, в полку залезут без вашего спроса. Ну, иногда спрашивают, ничего, что я залезла, или можно я посмотрю? Ну, посмотреть одно дело, когда вот эти все 45 штук, или сколько у меня их тогда было, или сколько их сейчас вообще, переоткрывают и перепрыскают, это уже кофе не поможет. Это комнату надо проветривать, я не знаю, сколько времени. И, видимо, она его хреново закрыла, потому что там подтёки были, вот пришлось ватным диском протирать, его на ватный диск ложить. В общем, это во флакончике от «Оды страстной любви и фраше», которая давно уже снятость, аж в 2011 или 2012 году была снятость, уже, ну, сняли её, короче, 100 лет назад, у меня вот эти самопальные дужки. Я решила, что их тоже можно через раз юзать, причём у меня есть и фрашевское утро в саду, цветок розы, но вот чё-то он для меня сейчас не идёт. Вот, а вот именно как он как-то резкий для меня, такой резко-остро-мягкий, резкий-резкий, весенний резкий, холодно-резкий, как-то так. А вот именно как розовое масло, эфирное масло розы, вот жыба в виде этих масляных духов, оно как-то мягче идёт, как-то мягко вволакивающее. Вот сейчас пойду гулять, наверное, ими помагозаюсь. Малая. Так вот шик-шик за ушами. Ну, и оно как бы впитывается, кожа увлажняется заодно. Круто. Короче. Сам себя не похвалишь, никто ведь не похвалит, да? Это для тех, кто может в камень какую-нибудь детскую гадость сказать. Бывают иногда люди. Короче говоря, у меня способ приготовления, по-моему, описан, может быть, в рукописную, и мало кто это каракуль берёт, потому что у меня много всяких подчерков. В моей группе травника, ссылка, кстати, есть в каждом инфобоксе, и, по-моему, даже ссылка на канале, в разделе, о всяких этих ссылках и о каналах, о канале, о канале, на канале. И там у меня есть, как минимум, должна быть фотка, и фотка рукописки, как максимум, возможно, я даже расписываю, сколько капель, чего куда ложила. В общем, вот, они уже такие выдержанные, это в 2016-м, я кажется, работала, да, вот в 2016-м, в 2017-м я работала, тогда вот они уже были, может быть, я их раньше создала, фиг знает, может, в 2016-м создала, ну, в смысле, в 2016-м, как бы, в конце я начала там иногда работать, а в 2017-м, последний раз, вот, как раз, перед Новым годом дорабатывала, и они на мне тогда были, мне ещё человек сказал, что, чего это ты ими не пользуешься, с вами-то самопальными духами, так это круто, наодно волосы наносить, волосы долго, много в себя впитывают, долго отдают этот запах, дольше будут держаться на тебе. И вот они с тех времён, они уже такие зреленькие, можно сказать, 18-19-20. Так что вот, такие у меня парфюмы на март, ванилька, ванилька с мандаринкой и розочка. Всем спасибо за просмотр, можете поделиться в комментах, что вы в марке собираетесь юзать, может, вас тоже на лёгенькое такое тянет. Всем пока!